Недавно произошло событие, которое коренным образом, на мой взгляд, меняет ситуацию СНЛО с существованием пришельцев, их посещением Земли, взаимодействием с людьми и наличием секретных программ по изучению потерпевших крушения или даже сбитых инопланетных объектов и получению из них инопланетных технологий. Офицер разведки США Дэвид Граш, проводя внутреннее расследование в рамках своих полномочий и доступа к секретной информации, выявил наличие таких программ и их скрытое финансирование. И он доложил об этом генеральным инспектором Министерства обороны США и разведывательного сообщества, что в свою очередь привело к расследованиям и открытому заслушиванию этих утверждений перед Конгрессом США 26 июля этого года. Информация, которая ранее преимущественно поступала из частных свидетельств, слухов и теорий заговора, на основе этих расследований впервые была принята как фактические произошедшие события, начало всерьез и критично рассматриваться Конгрессом целедальнейшее расследование, и уже возникла внутренняя борьба между теми, кто хочет раскрыть реальность таких программ, и соответственно всего, что с ними связано, в том числе и того, что мы не одни во Вселенной, и теми, кто против этого и активно ставит препятствия. И в предложенном законодательстве, которое уже поддержали обе партии США, впервые прозвучала фраза «контролируемое раскрытие». Возможное подписание этого законодательства президентом США ожидается в конце этого года, в декабре. Меня зовут Сергей Шпаковский, я живу в Торонто, в Канаде, и исследую эти темы уже много лет. И я приглашаю вас услышать подробности моего исследования этой темы на конференции «Непознанные». Субтитры создавал DimaTorzok